МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анна Константиновна, каковы же причины появления туберкулеза у человека? Вы правильно сказали, что туберкулез – это инфекционное заболевание. Поэтому, как любое инфекционное заболевание, чаще всего передающееся воздушно-капельным путем, туберкулезная палочка, попадая в организм человека ослабленного, человека, который часто болеет, может быть, не следит за собой, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, наркотическими веществами, курением, подвергается частым стрессом, может вызвать заболевание туберкулезом. То есть причин может быть очень много. И самое главное, что так как заболевание инфекционное и очень легко передается, то заболеть может каждый. Я считаю, что это должен быть лозунгом. Мы давно об этом лозунге забыли. Когда-то Всемирная организация здравоохранения этот лозунг выдвигала, что туберкулезом может заболеть каждый, и он излечим. Сейчас нужно об этом опять вспомнить, потому что часто сталкиваемся с тем, что по-прежнему больные туберкулезом подвергаются стигматизации, дискриминации в обществе и даже среди своих семей, а туберкулезом может заболеть каждый. То есть любой человек, который за собой немножко не так следит, как нужно, в общем-то подвержен заболеванию туберкулезом. При каких симптомах стоит уже бить тревогу? Дело в том, что если мы говорим о легочном туберкулезе, то это прежде всего, конечно, симптомы длительного кашля. Кашля больше 2-3 недель, явление кровохаркания, то есть появление крови в мокроте, похудание на несколько килограмм, иногда бывает и на несколько десятков килограммов, это одышка, боли в грудной клетке. Это основные симптомы уже запущенного туберкулеза, конечно же. Потому что самое начало туберкулезного процесса, первые даже несколько месяцев развития туберкулезного процесса в легких, обычно не проявляются никак. Человек, может быть, только чувствует какое-то недомогание, усталость после работы, даже не связывает, скорее всего, это с каким-либо заболеванием, чаще всего просто связывает с усталостью. А вот когда появляются эти симптомы, о которых я сказала, это говорит о том, что процесс туберкулезный уже занял достаточно большое место в организме человека, и уже, конечно же, нужно обращаться за помощью. Чем скорее, тем лучше. А к какому специалисту прежде всего нужно обратиться? Сначала любой человек, конечно, должен обратиться к своему участковому терапевту в первую очередь, потому что участковый терапевт – это тот человек, который знает, чаще всего даже знает и семью, и часто знает самого пациента, проведет необходимое обследование, решит, какое это заболевание, и тогда уже при необходимости направит в противотуберкулезный диспансер. Конечно же, бывают такие ситуации, когда люди, минуя терапевтов, приходят сразу в противотуберкулезный диспансер. Нельзя сказать, что это очень плохо, потому что если человек заботится о себе, он пришел, и у него уже в тубдиспансере сразу же выявили туберкулез, что же поделать? Конечно, многие боятся очередей у терапевтов и стараются прийти сразу к нам. Желательно, конечно, все же посетить сначала терапевта. Не всегда это туберкулез. Что касается диспансера, очереди у вас есть или нет? Нет, в противотуберкулезном диспансере у нас очередей таких, какие бывают у терапевтов, нет. В течение дня можно и прийти, и тут же записаться на прием, и пройти большую часть обследования в течение одного дня. Давайте тогда, наверное, расскажем режим работы, чтобы вы знаете. Наш противотуберкулезный диспансер работает все будние дни с 8 часов до 6 часов вечера. Обследование обычно, конечно же, в первую половину дня. Все знают, что все анализы обычно сдаются в первую половину дня. У нас также обследование первую половину дня. В субботу работает противотуберкулезный диспансер до 2 часов. Также у нас сейчас, можно уже сказать, вступил в работу наш мобильный флюорографический комплекс, который начнет с 1 марта объезд наших сел. Вот я хочу сказать к сведению жителей, например, села Орлинова, что с 1 по 4 марта мобильный флюорографический комплекс будет в селе Орлино. С 9 по 11 марта в селе Терновка. С 11 по 15 апреля в совхозе Софьи Перовской, поселке Любимовка. С 18 по 22 апреля в поселке Кача, в Верхнесадовом и в Орловке. С 20 по 24 июня это будет село Андреевка, поселок Солнечный. Очень удобная возможность по телевидению об этом сказать и попросить жителей вот этих вот поселков обязательно воспользоваться возможностью и посетить нашу флюорографическую машину. Если вдруг кто-то не запомнил, все справки по телефону 23 13 51. Это наша регистратура. Еще раз напомнит жителям этих поселков, когда будет машина, потому что не все готовы приехать в город для того, чтобы пройти флюорографическое обследование. Когда вот эта машина приедет, допустим, по месту, есть какое-то ограничение в количестве тех, которые могут принять специалисты? Ограничений нет. Все, кто придут в этот день, посетят обязательно машину. Конечно же, она не будет стоять до вечера, потому что в пределах рабочего времени у водителя, у рентген-лаборанта, у доктора-автезиатра, который будет вместе с машиной, у них есть рабочее время, они не могут находиться там бесконечно. Но все те люди, которые захотят пройти обследование, пройдут. Вы знаете, что флюорографическое обследование – это очень быстрое обследование. Самое главное – захотеть, прийти и получить результат, обследоваться. А как часто нужно такое обследование проходить? В целом, основное население, люди, не страдающие никакими хроническими заболеваниями, должны обследоваться раз в два года. А если же есть какие-то хронические заболевания, если есть люди из группы риска, курильщики, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями бронхолегочной системы, люди со сниженным иммунитетом, то, конечно, им надо обследоваться чаще, один раз в год. Люди с ВИЧ-инфекцией, например, должны обследоваться вообще дважды в год. Подростки должны обследоваться в целом у нас раз в два года точно так же. Если у подростков есть какие-то заболевания хронические, они точно так же, как и взрослые, должны обследоваться, конечно же, раз в год. Есть такое понятие, как декретированные группы. Люди, которые принадлежат к этим группам, они знают. Это сотрудники детских садиков, это сотрудники родильных домов, сотрудники всех тех детских учреждений, которые занимаются детками до 7 лет. Им, конечно же, надо обследоваться еще чаще. Это два раза в год. Это очень ограниченное количество лиц, они знают об этом. Как проводят диагностику туберкулеза? Прежде всего, конечно же, диагностика туберкулеза у нас по-прежнему осталась рентгенологическим методом. То есть это проведение или флюорографии, если это где-то в общей лечебной сети, и рентгенографии. Обязательный метод выявления легочного туберкулеза – это исследование мокроты. Поэтому во всех поликлиниках общей лечебной сети есть пункты забора мокроты. Если пациент приходит к терапевту и говорит, что у него жалобы на кашель и отделяется мокрота, то терапевт обязательно должен направить его на исследование мокроты. Это очень быстро собрать образцы мокроту в баночку, сдать и получить фактически уже в течение дня или иногда на следующий день ответ, есть в мокроте возбудитель туберкулеза или нет. Есть, конечно, более дорогостоящие методы. Это компьютерная томография, которая применяется тогда, когда уже проведена рентгенография и тогда, когда уже проведено исследование мокроты. У нас в противотуберкулезном диспансере аппарата компьютерной томографии нет. Поэтому мы, согласно стандарту, сначала делаем рентгенографию, анализ мокроты, обязательно все клинические анализы. Какие формы принимает туберкулез и какие из них чаще всего встречаются, скажем, в Севастополе? У нас, конечно же, чаще всего встречаются легочные формы туберкулеза. То есть из тех пациентов, которые заболевают туберкулезом, большинство заболевает легочными формами туберкулеза. А в остальном туберкулез поражает и все абсолютно органы. Мы все время об этом говорим, что кроме волос и ногтей ни один орган не защищен от туберкулеза. И глаза, и уши, и абсолютно все органы, и почки, и половые органы. Поэтому стоит думать всегда при наличии каких-либо хронических длительно текущих заболеваний, с которыми не удается справиться, о том, что может быть это и есть туберкулез. Какие осложнения встречаются при туберкулезе? Дело в том, что при запущенном туберкулезе, в легочном, например, самые часто встречающиеся осложнения – это, конечно же, кровохарканье, легочное кровотечение. Эти осложнения, конечно, мы стараемся, чтобы они не возникали у тех пациентов, которые находятся у нас. Те пациенты, которые с этим встречаются еще до установления диагноза туберкулеза, знают, как это страшно. Человека всегда пугают наличие крови в мокроте, а если это и больше, чем 100 мл уже легочное кровотечение, то такие осложнения могут закончиться, конечно, и смертью, летальным исходом. Очень частое осложнение туберкулеза легочного – это дыхательная недостаточность. То есть человек испытывает затруднения при дыхании, ему не хватает воздуха, ему сложно ходить, очень часто одышка возникает даже в покое, то есть это мучительно меняется от этого качества жизни. Конечно же, это одно из основных тоже осложнений – это туберкулезная интоксикация, потому что туберкулезная палочка, находясь в организме, она живет, размножается, выделяет какие-то свои продукты распада. И все это, по-простому говоря, вызывает отравление организма, и когда накапливается определенное количество этих продуктов распада, человек испытывает не то, что дискомфорт, и усталость, и утомляемость, и раздражительность, и нарушение сна, и снижение аппетита. Это вот то, что очень часто бывает при туберкулезе. Многие наши пациенты знают, что это очень неприятное осложнение, оно мешает жить. А если говорить о лечении, существуют какие-то новые прогрессивные методы, и какие из них применяются в Севастополе? Вы знаете, противотуберкулезные препараты, периодически открываются новые противотуберкулезные препараты. Даже у нас есть ситуации, когда для очень сложных больных, для очень серьезных больных противотуберкулезный диспансер даже закупает такие препараты. Это один-два таких тяжелых пациента, для которых приходится приобретать уже современные новые препараты. Для большинства, то есть это возможно и доступно, если в этом есть необходимость. Для большинства пациентов доступны абсолютно все первого и второго ряда имеющиеся противотуберкулезные препараты в диспансере. То есть все препараты противотуберкулезные есть в достаточном количестве и выдаются пациентам бесплатно. Поэтому лечение они получают в полном объеме. Что касается стационарного этапа лечения, то кроме противотуберкулезных препаратов, наши пациенты вообще обеспечены всем необходимым, конечно же, и препаратами для превентивной терапии, для профилактики побочных эффектов. Что касается амбулаторного этапа, то противотуберкулезные препараты, конечно же, выдаются бесплатно препаратами, лечится пациент бесплатно. А что касается превентивных препаратов, то они уже закупаются пациентов самостоятельно. Какой образ жизни должны вести люди, страдающие туберкулезом? Как и люди, страдающие любым длительно текущим, зачастую хроническим заболеванием, прежде всего, это, конечно же, охранительный режим. Нужно не забывать, что туберкулез, инфекционное заболевание, уже третий или четвертый раз мы об этом говорим сегодня, то есть может передаваться от больного человека к здоровому. Я всегда призываю пациентов, прежде всего, к тому, чтобы они не забывали, что очень часто они заразны. Для того, чтобы не передавать инфекцию окружающим, нужно не стесняться и носить маску, не только в противотуберкулезном диспансере, но и дома. Те пациенты, которые находятся дома, они должны не забывать, что выходя куда-то, они все же должны беречь здоровье окружающих, одевать маску. Это первое и очень главное, важное. Второе, конечно же, должны хорошо питаться. При снижении веса очень часто возникает снижение иммунитета. Мы говорили, что это может провоцировать развитие туберкулеза. Значит, обратный метод – это регулировать свое питание. Ну, не наедаться всем подряд, а диетическое питание, советоваться с врачом обязательно. Какие продукты можно есть? Очень часто наши пациенты до сих пор используют борсучий жир. Вы знаете, ну, просто это ужасно. Сколько лет существует в Советском Союзе проблема туберкулеза, столько лет существует проблема борьбы с борсучим жиром. Мы говорим всем нашим пациентам, что ни в коем разе нельзя употреблять для диетического питания, как они считают, борсучий жир, потому что это тугоплавки, очень тяжелый для организма жир, и он не вызовет ничего, кроме побочных эффектов со стороны печени. А если хочется прибегнуть к каким-либо народным методам лечения, нужно обязательно спрашивать врача. Не все народные методы лечения разрешены при туберкулезе. В разные фазы лечения туберкулеза разрешены разные методы лечения народные. И лечение травами возможны, и лечение медом. Всем, но только в разные этапы. И всегда надо спрашивать врача. Самостоятельно ничего не назначать. Пациенты очень часто используют интернет как источник информации. Вот информация, надо помнить, не всегда там проверена. Очень часто люди пытаются заработать на больных. В том числе продаваемый барсучий жир и продаваем продукты переработки медведок. Тоже очень популярный в народе метод так называемого лечения, который в действительности не имеет под собой ничего, кроме как выманивания у пациентов денег. Обязательно советоваться с врачом. Возвращаясь к теме профилактики, помимо регулярных обследований, что еще можно делать для этого? Конечно же, здоровый образ жизни обязательно. Каждый раз говорю об этом и привожу примеры очень многих даже и наших пациентов, которые уже заболев, смогли выздороветь, ведя здоровый образ жизни и занимаясь зарядкой. Элементарная зарядка, 10 минут в день, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе, обязательно хорошее питание. Как раз хочу сказать о том, что вот с сегодняшнего дня стартует месячник борьбы с туберкулезом. Многие помнят, наверное, что 24 марта международный день борьбы с туберкулезом. Воспоминания о том дне, когда Кох открыл туберкулезную палочку и объявил об этом обществу. Так что вот за этот месяц мы готовы принять пациентов, которые самостоятельно хотят обследоваться и узнать о наличии или отсутствии у себя активного туберкулезного процесса. Ждем всех желающих. Очень надеемся, что пациенты к нам придут. Давайте еще раз повторим. Телефон и адрес вашего диспансера. Телефон. Значит, противотуберкулезный диспансер находится на Фиолентовском шоссе, 17. Ну, как добраться, большинство пациентов добирается к нам от площади 50-летия на маршруте номер 3, остановка Медицинский городок. Телефон регистратуры 231351. Это телефоны детской и взрослой регистратуры. Телефон регистратуры запишут на прием, объяснят, как подъехать. В общем-то, с 8 утра мы работаем, ждем всех желающих. Приходите, будем обследоваться, будем заниматься здоровьем. Спасибо вам за профессиональный комментарий. Это была программа «В контексте». Напомню, говорили о профилактике и лечении туберкулеза. Я желаю вам крепкого здоровья. Эфир же телеканала продолжается. Впереди еще много актуальных и интересных тем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин